Когда у них преподаватель молодая, энергичная, полька, это их стимулирует. Есть возможность получить карту побыту на основании курса, график занятий. Позволяет совмещать любимую работу и учебу. У нас уже в штате работает юрист, который помогает во всех вопросах легализации, который консультирует непосредственно в вопросах, в том числе бизнес-легализации. Есть партнеры по поиску жилья, по предоставлению жилья. То есть это и хостелы, и в принципе квартиры. Приблизительно за такой же курс университеты Польши берут практически такую же сумму, только в евро. А у вас это в злотых, так? Скажем так, еще на самом деле меньше сумма, нежели они берут в евро. И так, всем привет! Сегодня наша рубрика «Легализация по быту в Польше» в гостях школы польского языка «Говори.ПЛ». И мы прямо сейчас находимся в гостях у директора. Это Элина. Привет всем! Всем привет! И мы будем говорить на такие темы, как благодаря этому курсу открыть визу на год. Если вы пребываете здесь, получить карту побыта, а также можно въехать и по безвизу. Поэтому оставайтесь с нами и смотрим. И сегодня мы в гостях у Элины. Элина является директором этой школы. И сейчас она немножко расскажет об этой школе. Школу мы открыли три года назад. У нас на сегодняшний день работают 14 преподавателей, профессионалов. Все они поляки. И большинство знают русский язык или украинский язык. Соответственно, смогут вам подсказать. При этом есть специально некоторые курсы, которые мы изначально ставим преподавателей, не знающих русский язык на этот курс специально. Потому что это помогает людям быстрее выучить польский язык, быстрее адаптироваться. С тем, что все зависит от группы, от категории и от самого курса, от того, на что этот курс целенаправлен. Потому что в некоторых группах необходимо, чтобы был преподаватель, знающий русский язык. В других группах, наоборот, только в native speaker. И это мы приветствуем. С этим мы работаем. Это получается уровень А1, А2. Это еще русскоговорящие могут быть, так? С тем, что не обязательно на самом деле. На самом деле не обязательно. Потому что есть группа, например, старшего возраста. Там мы обязательно ставим русскоговорящего преподавателя, который сможет им объяснить грамматику на русском языке. Есть группы молодежь, которые очень интенсивно хотят идти, работать и так далее. Соответственно, когда у них преподаватель молодая, энергичная, полька, не знающая русского языка, это их стимулирует на то, чтобы задавать правильно вопросы, правильные, нужные вопросы, и уже формировать их на польском языке. Поэтому тут в каждой группе есть свои плюсы и минусы. И мы к этому вопросу очень так тщательно подходим, потому что варьируя возможности наши поставить преподавателя, знающего русский язык или не знающего, знающего украинский язык или не знающего, дает очень огромное поле для деятельности. С тем, что действительно у нас крутые кадры, ну, соответственно, можно работать. Отлично. Элина, у меня к тебе вопрос следующего характера. Раз у нас рубрика «Легализация побыта в Польше», расскажи немного сам процесс открытия визы, что, в принципе, появилась такая возможность открыть визу на основании учебы в вашей школе, и не только визу, и пребывая уже здесь, можно и получить карту побыта. Окей. Мы сейчас запустили новый курс для нас, с тем, что мы полтора года над ним работали, над самим курсом, над самим проектом. Реализовали годовой курс. И выглядит это следующим образом. То есть человек учится целые 12 месяцев. Благодаря этому позволяет курс получить карту побыту на год обучения, на этот период обучения, либо получить визу. Есть уже первые позитивные шаги в этом направлении, в контексте, что ребята с Казахстана получили, открыли им визу на 365 дней. Годовую, да? Годовую, да. В России открыли визу для нашей ученицы тоже на 365 дней. Есть сейчас переговоры, ведутся в Украине, то есть с клиентом, который как раз открывает визу. И, ну, в принципе, она уже общалась непосредственно с визовым центром, уточняла, показывала все документы. И есть информация, что окей, будет позитивное решение. А для тех, кто уже проживает в Польше и, соответственно, в Польше планирует остаться, но не хочет работать в кафе официантом, либо на фабриках, соответственно, хочет обучаться и работать по специальности своей, либо он является бизнесменом и планирует в будущем перевести сюда свой бизнес, то, соответственно, есть возможность получить карту побыту на основании курсов и, в принципе, определиться всем, чем он хочет заниматься в Польше в будущем. Так, с одним клиентом мы уже были в Уженджио, то есть были непосредственно в ведомстве, которое занимается легализацией побыта иностранцев, общались с инспектором, показывали полный пакет документов. Инспектор подтвердила, что все документы в порядке, соответственно, человек получит позитивную децизию, позитивное решение на карту побыту, на год обучения, на год пребывания. А прелесть самого курса заключается в том, что первый период обучения является очень интенсивным. Занятия проходят шесть раз в неделю по пять с половиной часов, таким образом, чтобы человек максимально быстро смог адаптироваться в Польше, получить базовые навыки, необходимые для адаптации для жизни в Польше. С тем, что дальше, график занятий позволяет совмещать любимую работу и учебу, потому что занятия проходят в вечернее время, по два часа, три раза в неделю, плюс суббота обязательная и периодически по воскресеньям. Соответственно, такой график позволяет совместить учебу с работой, и при этом эта работа не обязана быть нелюбимой и тяжелой, так как большинство людей считают. Соответственно, можно переехать в Польшу, если ты был банковским сотрудником, здесь выучить язык, здесь адаптироваться и найти себе работу по специальности. Твой опыт банковского дела будет просто приветствоваться в польских условиях. Точно так же, если ты бизнесмен, у тебя бизнес, который ты ведешь, даже если там большое предприятие или маленькое предприятие, неважно, непринципиально, потому что ты можешь приехать сюда первый месяц-два, выучить язык на то, в уровне, чтобы начать уже формировать новые деловые контакты и новые партнерские связи здесь, в Польше. И дальше у нас уже в штате работает юрист, который помогает во всех вопросах легализации, который консультирует непосредственно в вопросах, в том числе бизнес-легализации, как основать здесь предприятие свое, какие документы нужны и так далее. И благодаря этому человек получает комплексные услуги, сначала обучение, которое ему поможет сформировать новые контакты, новые бизнес-связи, и плюс консультацию, как его бизнес перенести в Польшу, как его легализировать и как продолжать здесь уже жить. И, соответственно, жить в более комфортных условиях, нежели это было в его стране. Потому что все мы сюда приезжаем в поисках лучшей жизни. Это ни для кого не секрет. Большинство людей просто уже истощены той ситуацией, которая находится в Украине, в России, в Белоруссии и так далее. И, соответственно, вы можете заниматься любимым делом, профессионально развиваться в этой стране. Все, что вам надо для этого, это выучить польский язык на хорошем уровне, что мы предоставляем своими курсами. И второе, свои профессиональные навыки подтвердить, найдя хорошую работу или реализовав здесь свой бизнес дальше. И, в принципе, я так понимаю, в процессе всего этого человек получает, как ты говоришь, эту комплексную поддержку, консультацию. Естественно. Мы над этим как раз работали, чтобы у нас был и штатный юрист, и, кроме того, мы регулярно сотрудничаем. У нас две юридические компании, которые нас поддерживают, с которыми мы постоянно работаем на основании легализации побыта или других организационных вопросов. Есть партнеры по поиску жилья, по предоставлению жилья, то есть это и хостелы, и, в принципе, квартиры. Соответственно, в рамках этого мы можем подсказать и ответить просто к нашему клиенту на большинство вопросов, с которыми он встречается, только приехав в Польшу. Здесь такая относительно, хотя и школа работает давно, и курс большой преподавателей, большой штат сотрудников, всё равно больше такая чувствуется камеральная атмосфера и отношение к человеку индивидуальное. Какой индивидуальный подход. Да, индивидуальный подход, стараемся это держать. Это наше любимое дело. Соответственно, когда ты любишь то, чем ты занимаешься, ты не просто даёшь пользу, а ты стараешься дать пользы 10 плюс-плюс-плюс. То есть и так это у нас выглядит. Ещё такой вопрос. Смотри, я когда услышал цену за полный курс, то, в принципе, я хочу сказать вам, ребята, что она очень и очень конкурентоспособная, потому что приблизительно за такой же курс университеты Польши берут практически такую же сумму, только в евро. А у вас это в злотых, так? Скажем так, ещё на самом деле меньше сумма, нежели они берут в евро ту квоту. Насчёт цены. Опять же, наши принципы построены на том, чтобы курсы были доступные. Понятно, это всё связано с большими ресурсами, большими затратами. Соответственно, мы стараемся всегда минимизировать цену, насколько это возможно, так, чтобы это было комфортно и для клиента, и для нас. С одной стороны. С другой стороны, мы даём всегда возможность рассрочки. То есть, сама возможность рассрочки и возможность здесь начать зарабатывать и потом уже потихоньку оплачивать этот курс даёт, конечно, очень большие возможности для тех, кто финансово не обеспечен и у кого там сумма, бюджет как бы на курс небольшой. Значит, есть, в принципе, две опции, две возможности. Первая возможность — это когда необходимо открыть визу. Тогда есть условия консульства, визовых центров. Соответственно, необходимо оплатить половину курса в обязательном порядке сразу, а вторую половину мы можем разбить на части. Это первый такой вариант. Второй такой вариант — это если, к примеру, Украина и можно въехать по биометрии или там и другие страны, у вас уже открыта виза, мультивиза, к примеру, и вы можете въехать в Польшу, и здесь мы будем подавать документы на карту побыта, то тогда всю сумму можно разбить на части. С чем это связано? Если вы оплачиваете всю сумму сразу, вы экономите. Если же мы говорим о рассрочке, идет небольшая переплата в контексте целой суммы, небольшая относительная, потому что любая рассрочка, связанная с банковскими платежами, и, соответственно, идет кредит, и кредит выглядит... Всегда он имеет проценты, всегда он имеет комиссию. Но, по крайней мере, для тех, кто не располагает большим бюджетом, это хороший вариант. Отлично. В принципе, ребят, смотрите, получается так, что школа Элины сделала такой гибкий график оплаты, скажем так, доступный. Вот это слово я искал. Доступный, в принципе, для каждого из нас. Многие из нас планировали, думали, как переехать. Кто-то из вас сидит и говорит, я точно не хочу идти работать на какое-то предприятие. Это как раз моя история. Да, да, да. И вот здесь вот Элина, можно так сказать, даже из собственного опыта, как бы она поступила, как бы ей было удобно, сделала такие благоприятные условия для вас, что, в принципе, видите, даже можно взять в рассрочку этот курс, приехать и, в принципе, реализовать себя здесь, как бы в Польше. Многие работают в офисах, многие работают так, что, в принципе, привыкли работать головой, а не руками, и не умеют, и не имеют, и не умеют, да, такой профессии, которая им даст хорошие доходы сразу в Польше. Ну, электрики сюда не боятся переезжать, да, сантехники сюда не боятся переезжать. Но если ты юрист, причем хороший юрист в Украине, ну, то ты уже будешь побаиваться, как сюда переехать и как строить свою работу и так далее. Есть вопрос в коммуникации. Да, и весь вопрос, по факту, в коммуникации, действительно. Поэтому ключевое, что мы даем, это возможность выучить польский язык на том уровне и максимально быстро, чтобы наладить вот эти коммуникации и составить себе, найти себе новых партнеров, да, а второй момент, это то, что все удовольствие не будет очень дорого стоить, потому что можно, это доступно, это доступно. Ясно. Ну, в принципе, все, да, я думаю. В принципе, все. И у нас с Элиной, с Элиной от школы есть такое предложение, даже не конкурс, бонус. Бонус-акция. Да, бонус-акция для всех тех, кто смотрит это видео и благодаря этому видео все-таки нашел для себя выход, как открыть визу, как переехать, как реализовать себя здесь, ну, как бы не идя на предприятие работать, а потом самому заниматься своим бизнесом, своим делом и всем тем, чем он хочет. Если вы приобретаете... Любой из наших курсов, то есть подписываетесь на курс, которые у нас не только годовые, есть интенсивные курсы, короткие, есть курсы, которые позволяют, в принципе, уже работая, живя в Польше, так как вам нравится совмещать учебу с работой, потому что графики у нас есть суббота, воскресенье, есть графики только один раз в неделю, только по воскресеньям, есть просто занятия в вечернее время. Соответственно, приобретая курс, вы получаете от нас бонус, называя промокод... Промокод ютубер, как всегда, промокод ютубер. Называя промокод ютубер, получаете от нас в подарке видеокурс онлайн в формате видео о сленг для взрослых, так называется курс. Вы в этом формате, в этом видео вы получаете и домашние задания, и тесты, которые вам помогут быстрее выучить польский язык, а польский сленг, если вы здесь живёте, вам пригодится в любом случае. В любом случае, однозначно. Поэтому, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем, задаём вопросы, мы постараемся отвечать на них, приобретаем курс, промокод ютубер, и получаем ещё такой бонус, который пригодится в жизни. Да, то есть, это сленг для взрослых, это обычно то, чего вы не научитесь в учебниках, где об этом никто вам не скажет. Кстати, речь не идёт о плохих словах. Да, это просто те вещи, которые знает каждый поляк, но на самом деле их услышать и понять не так-то просто, потому что у украинца, у россиянина возникает сразу масса вопросов, а что об этом, о чём это вообще? Да, соответственно, там мы в курсе разжёвываем, объясняем, что это, зачем, и с чем его едят. И где употреблять эти слова. Да. Так что вот так, спасибо вам, что были с нами и всем пока. Счастливо. Также хотел добавить, что всю необходимую информацию, как связаться с Элиной, как связаться с школой польского языка Говори.ПЛ. Все необходимые ссылки, контакты я оставлю для вас в описании под видео. Поэтому переходите, находите, покупайте, приезжайте и реализовывайте здесь. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!